Давайте дальше сразу позырим, все равно нечего больше смотреть интересного лайфхак для Дубинина от Сокола Почему Виталий из группы Ария не уважает подписчиков Здесь тоже он у Фреда позаимствовал подписывать Виталий из группы Ария Приветствую тебя, Ищущий, меня зовут Сокол и сегодня меня немножко прибомбило Пригорело уже в который раз и сегодня поговорим как раз об этом, о Виталии Дубинине и о его канале Виталий Дубинин, на который я подписан Поехали! Итак, как вы сами знаете, люди, которые занимаются музыкой в звуке, понимают замечательно и офигенно И Виталий Дубинин является басистом группы Ария, открыл сейчас Америку, да, скажете вы, Сокол, но подождите, подождите, сейчас все будет В какой-то момент у Виталия Дубинина появился свой личный ютуб-канал, чему я был безмерно рад, потому что сразу же на него подписался Еще и прорекламировал его у себя на канале бесплатно, чтобы люди туда шли, смотрели, денежка капала тому, кто этот канал ведет Да, без рекламы Сокола, как говорится, не поднялся бы человек Конечно же, этот канал ведет не сам Дубинин и ролик, название ролика, который вы сейчас смотрите, оно, конечно, немножко кликбейтное, потому что понятно, что Виталий не сам сидит монтирует, занимается это, скорее всего, его сын Всем этим делом, потому что он все это дело снимает и все это дело ведет, поэтому, скорее всего, лайфхак этот будет для него, но очень сомневаюсь, что Дубинин сам этим занимается, делать им больше нефиг Скорее всего, сынок его уговорил и сейчас ведет этот канал, ну и пусть этот канал процветает, я только буду этому рад, смотрю лишний контент мне на канал, что-нибудь выходит, я там какой-нибудь обзорчик сделаю, всем хорошо Там где письки спорят с негром еще Замечательно, но происходит одна такая штука, как неуважение к своим подписчикам, в чем это заключается, друзья мои, в звуке, в звуке, которые есть на канале О боже, блять, какая хуйня, я тогда ебывался тоже до кого-то уж, ну, постоянно до всех Виталий Дубинин, потому что, не говоря уже о тех вещах, когда мы видим какой-то барбекю где-то снимаются, там плюс-минус удобо варимо, но опять же, опять же, я им постоянно пишу в комментариях, иногда прикладываюсь, там, ветрозащиту купите на микрофон, почему, ну, ветер, все, вот это Виталий говорит не слышно ни хрена, если ты ведешь канал, Виталий зарабатывает хорошо, я не думаю, что у его сына нет денег, чтобы купить какую-то сраную ветрозащиту на микрофон меховую, которая стоит там копейки, и все, и вы от ветра избавляетесь Такая, как кусок шубы на микрофон одевается, и все, и от ветра вы защищаетесь, но, когда ветра нет в помещении, да, это, можно сказать, замечательно, но там другая идет штука, когда мы видим альбомные записи, когда музыканты сидят в студии, играют, рядом усилки стоят, Виталий Дубинин что-то играет там на пасу, а потом резко прекращает играть и начинает говорить, и там такой дикий дисбаланс в громкости звука, что ты просто, ну, невозможно смотреть этот контент, потому что, либо ты настраиваешь громкость на речь, на их общение в кадре Виталия с кем-то, и выкручиваешь громкость, и тогда все становится слышно, но, после этого, когда врубается какой-то, он только ударяет по струнам, и там такое, и ты просто охереваешь, ты бежишь, потому что, ну, этот дом трясется, стекла трясется, разность громкости вот этих вот мест, она не выровненная, а что у нас на ютубе принято делать, те, кто блогеры, вам скажут, что звук, звук, в роликах на ютубе, если ты блогер, это важнее гораздо, чем картинка, ну, ты можешь с дерьмовой картинкой записывать контент, ходить где-то со старого телефона, но если у тебя будет хороший звук, тебя будут смотреть, если у тебя будет классная картинка, офигенная, но звук будет куском говна, это будет отвратительно, тебя никто не будет смотреть, людей, это будет раздражать, я пишу им в комментариях об этом постоянно, о звуке, никто ни во что не ставит, вообще не прислушиваются, ладно, они могут обижаться на меня, типа, у Соколы выходят какие-то обзоры, там, на Айрю, да, иногда критические, но иногда и положительные, и из-за этого мы не будем слушать, что ты говоришь, так это же не только моя какая-то блажь, это все ваши зрители, даже те, кто меня люто ненавидит, они сознаются, сами для себя могут сознаться в том, что, ну, конечно, удобнее слушать, не бегая с крутилки громкости, а просто сесть, включить звук и наслаждаться роликом, ну, наслаждаться, прям, сильно сказал, смотреть ролик Виталия Дубинина от начала до конца, не прибегая к ручке громкости, не беря судорожно пульт, потому что громкость звука, вышибают у вас барабанные перепонки, ничего этого делать человеку не надо, когда вы отравляете гребаный звук, и это делается несколько кликов, почему этого не делают сын Дубинина, который ведет этот канал, я понять не могу, и, к сожалению, путаю их названия, кто какой сын, по этому говорю, сын Дубинина, так обезвлеченно, не потому что там, я не уважаю его, а потому что я Постоянно не могу запомнить их названия, имена, названия имена, сыновей их два, они похожи, все на Дубинина похожи, Дубинин очень хороший ген, видимо, он прям свою вот это вот распаляет на всех своих отпрысков, похожесть. Это видео для сына Дубинин, да выровняй ты звук, Ягрена Копокс, ДБНН, или как там у тебя ник там в интернете. Я специально для тебя записываю сейчас этот ролик, вот сейчас мы переходим в монтажную программу, и я тебе покажу, как в несколько кликов сделать нормально, выровнять громкость звука и заливать только такое. Первое, что тебе нужно запомнить, это ветрозащита на микрофон, когда ты снимаешь на улице, должна быть обязательно. Либо петличку покупай с защитой, чтобы звук голоса Виталия был непосредственно здесь, а все остальное отсекалось. Но даже там, если сильный ветер, оно поролон будет шуметь. Лечение говно. Ветрозащита нужна такая меховая, как кусок шерсти, вот это будет хорошая штука. Второе, это выравнивание звука после того, как ты все отредактируешь. Переходи в монтажную программу, и я все показываю, как это делается, специально для тебя, ДБНН. Итак, для выравнивания звука, для видеоблогинга стоит сделать несколько вещей. Если у вас это один ролик уже готовый, ну, то есть, вы его нарезали, отрендерили, и он у вас готовый полностью, то можно его постараться для подписчиков еще раз залить сюда, на линию таймлайна, и выровнять звук. Да, делаем это мы вот так вот. Вот у вас готовый ролик, например, да, вот, Ария, крещение огнем, запись альбома, бам, запихивай. Лечение говно. Вот сюда, это программа премьер про 2019 года. Она работает в симбиозе с другими программами Adobe. Например, с Adobe Audition, которая у меня 2017 года, это программа Adobe Audition для выравнивания звука, пример про для работы с видео. И эти друг с другом программы в симбиозе работают. Вот, посмотрите, что мы видим сейчас здесь. Посмотрите, насколько шкала звука у нас здесь отличается сильно. Посмотрите, вот у нас просто полностью забитый кусок непонятно чего, а вот у нас такой кусок, да? Вот у нас здесь так провал. Серьезные, хуерьезные. Серьезные я, блядь, да буквально сделал, пожалуйста, на канале. То есть на них нет клипов, конечно, и они не записаны в студийках, но вот они лежат. Просто зайди на канал, да посмотри, найдешь сразу. Здесь у нас так. И как подписчик канала Дубинина, мне бы хотелось не делать вот так вот, смотрите. А потом так вот. Че? Че говорите-то? Ну да, 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 стойно. Ты сидишь, добавляешь звук, потому что ты не слышишь, что они говорят. А потом резко начинается вот это вот. И потом снова вот это вот. Это отвратительно, друзья мои. Если вы ведете, я понимаю, что это не Дубинин ведет. Ну я думаю, они записали на отъебись, да сделали и все. А вы уж сами, как говорится, сидите и мучаетесь. То есть, конечно, да, это, ну да, правда, обидно. Типа, че, не заморочились как там? Финал снимает все это, он просто снимается, его снимают. Скорее всего, сын его там все делает. Ну вот просто в качестве помощи тебе записываю этот ролик, чтобы мне потом комфортно было смотреть, потому что вы уже задолбали. Я вам пишу, не первый раз уже пишу под роликами, выравниваете звук, никто ничего не делает. Ну, собственно, я могу всем таким замороченным людям, кто именно смотрит с компьютера, посоветовать программу замечательную, называется Equalizer APO, которая бесплатная и позволяет добавлять, ввести плагины и вешать их прямо на мастер, так сказать, сигнал. То есть, на, ну, не на микрофон, а на входящий, или наоборот, как это называется, исходящий сигнал. Короче, на, там, наушники, например. То есть, опа! И здравствуйте. И вот прям на Сокола могу сейчас взять и ревербератор хуйнуть. То есть, я этой штукой пользуюсь, когда крайне уебищный звук у блогера, которого мы смотрим, то есть, всегда у Сопрыкина, например, практически. Ну, либо, когда кто-то очень тихо сделал. Ну, здесь давайте приколемся. Пофиг, наверное, на подписчиках. Вот у вас готовый ролик, снова загоняете его на таймлайн, и у вас вот такая вот качка со звуком непонятная. Вот все. Просто, то есть, если у Сокола такие проблемы, то, ну, понятно, что все равно, конечно, по-хорошему это должен, этим должны заниматься те, кто делает видео, а не те, кто смотрит. Но все-таки совет такой, то есть, тем, кого волнует реально такая хуйня, просто вот, воспользуйтесь программой. Вот вот этот, удало что-то объяснять? О, что-то говорит. Все, а потом ба-а-а. Чтобы ваши зрители не сидели с пультом туда-сюда. И чтобы я не сидел тоже вместе с другими зрителями, я говорю, можете обижаться на меня, можете и нет за какую-то критику Ари, когда она присутствует. Но вот против таких вот вещей, где, ну, просто уважение к своим подписчикам есть, я не думаю, что кто-то будет протестовать, даже если у меня ролики с критикой Ари какие-то есть. Просто каждому, наверное, хочется с комфортом смотреть все это. И берем просто, нажимаем правой кнопкой мыши на звуковую дорожку вот на эту. Бам, нажимаем. Посмотрите, здесь есть вот такая вот штука. Редактировать фрагмент в Adobe Audition. Нажимаете прям левой кнопкой на него. Пам, пошла загрузка. Вошла загрузочка в программу для работы со звуком. Ждем, когда прогрузится все это дело. Делается. В Adobe, мне кажется, что-то как-то все непонятно. Ну, то есть, может быть... Очень быстро. Что он там интересно сделает? Так, вот он. Насколько это все... Типа отдельно прогрузить какую-то поебень для того, чтобы обработать звук. То есть в Вегасе ты просто все делаешь и все. А тут отдельная хуйня для работы со звуком. Вот, у нас загружается. Открылась автоматически программа Adobe. Сто лет грузится. Отдельная программа. Мне кажется, это пиздец какой-то. Audition. Ее можно открыть отдельно от Premiere Pro и тут что-то работать. А можно прямо с проекта, вот как я сейчас сделал. И посмотрите у нас. Посмотрите просто вот на это. А теперь посмотрите вот на это. Вот на это. Да? А вот после этого идет какая дорожка. Вот потом идет звук такой. И вот потом звук такой идет. С ума сойти, да? Вот здесь удалов у нас рассказывает все. Посмотрите, какая прыжки в дорожках. Это можно просто исправить в несколько кликов. Два раза тыкаем на центр, чтобы выделилось. Весь звук выделился. Просто вот на эту полосочку тыкаем. Два раза левой кнопкой мыши. Идем в эффекты. В эффектах находим амплитуда и сжатие. Здесь мы ищем Single Band Compressor. Нажимаем его. И в этом окне, вот в этом окошке, все вот эти вот параметры, вот эти вот, выставляем как у меня. 0, 0, 0. Что у меня здесь? 12, минус 10. Ну да. Здесь у нас сотка. Здесь у нас 0, здесь у нас 0. Все. Выставляем. Ну не знаю, как 12, минус 10, то есть, ну, ну, короче, да, хотя бы так. То есть, если этого будет мало, можно сделать, не знаю, минус 20, там, 20, минус 20. То есть, можно оставить эту на 10, эту сделать, допустим, минус 30. Ну это, то есть, все играется. Но мне кажется, хуйня. То есть, в Sony Vegas'е плюс-минус так же все делается, но проще. Эти такие же параметры, как у меня, нажимаем. Без отдельных программ. Ждем, прогрузочка идет. Ёп твою мать, еще и прогрузочка отдельно. Бля, и при этом весь звук становится тише. Вот смотрите. Не, ребят, хуйня. Делайте в Vegas'е. Он у нас сжал по громкости самые вот эти... И с помощью Replux. Высокие штуки, а маленькие не сжал. И мы, вот у нас здесь получилось относительно общей громкости тихо. Берем вот сюда. Появляются такие два треугольничка, когда наводим. Зажимаем левой кнопкой мыши и тянем в какую-то ни было сторону, в какую вы хотите. И, соответственно, от этого меняется громкость всей дорожки. Нажимаем, отпускаем. Прогружается и слушаем. Достаточно ли у нас... Пиздец. Вот это вот прям полная хуйня, то, что прогружается каждый, блядь, каждая правка. То есть это вообще бред. Выровняло. Вот слушаем громкий звук, сидит удалок. В Vegas'е ты просто в реальном времени, и там никаких прогрузок даже быть не может. То есть это вообще бред собачий. Здесь вот у нас рассказывает что-то. Уже громче гораздо. И слышим, слушаем громкий звук. Все равно еще слишком громко. Еще раз то же самое нажимаем. Снова эффекты. Снова амплитуда и сжатие. Снова синглбенд компрессор. Просто еще раз делаем то же самое. Пам. Все. И я думаю, что вот этого уже хватит. Снова расширяем, чтобы общую громкость выровнять. Два компрессора взял, навалил, блин. До самого верха тянуть не надо. Я просто вот так вот оставляю. И теперь смотрим, смотрите. Вот у нас самый громкий звук, который был. Как-то до самого верха не надо. И вот у нас где удалок тихонько разговаривал. Уже практически все. Понятно, что здесь басы фигачат. Но сама громкость, послушайте. Это уже не вот это вот расстояние. Когда ты что-то начинаешь прибавлять на пульте, а потом у тебя... И ты ни хрена понять не можешь. Пультом судорожно начинаешь убавлять и весь ролик с просмотров каналов Дубинина, где они снимают барбекю какую-то одной громкостью. Ну, то есть я теперь благодаря Соколу знаю, что Adobe Audition в плане работы со звуком просто полная собачья хуйня. Супер неудобная и просто, блядь, супер дебильная. И в плане именно там обработка звука для... Достаточная для видео. Sony абсолютно... Конечно, Sony Vegas абсолютно шикарная программа. Sony Vegas 15, наверное, я бы посоветовал именно вот 15-й. То есть как-то мне в нем все, что надо есть, все комфортно, все здорово. В 16-м есть какие-то проблемы, не знаю. И там дальше что-то я уж не разбираюсь. Но 15-й, по-моему, заебись. Где там примерно. Ну и то там громкость не выравнивает. 13-й, 14-й, если найдете, тоже нормально вполне. Где-то громче. А вот когда прям такие перепады на студии, где прям звуковая волна начинает давить, ну выравнивать это надо. Это уважение к своим подписчикам. Все, смотрите, у нас выровнялось. Мы нажимаем просто здесь сохранить. Пам! Он сохраняет. И мы просто закрываем эту программу. Больше ничего не надо. И смотрите, что будет. В программе Adobe Audition мы закрыли. И теперь мы в Premiere Pro. И вот, видите, исчезла звуковая дорожка. Идет прогрузка справа внизу. Прогрузка закончилась. Все. И у нас это, то, что мы делали в звуковой программе, в программе для монтажа звука, оно у нас перенеслось сюда мгновенно сразу. Все. Вы можете сохранить вот это дело и сделать заново рендер. Этот кусок. Все. Выводите. Этот ролик уже можно. Да. И если он длится 20 минут, то даже на более-менее мощном компьютере он еще рендерится будет. То есть ты этот компьютер не сможешь трогать те же самые там 20, не знаю, блять, 40 там по-разному минуту. То есть где-то в столько же времени, где-то в два раза дольше, где-то вообще там сто лет. Заливать в YouTube. Вот, посмотрите, говорит у удалов. Ну, не дня там, а три, можно сказать, сессии. Здрасте. Мне нравится. Вот видите, смотрите, есть вот большие куски, да, вот такие вот, где удалов что-то рассказывает, вот эти вот, вот эти вот места. А есть вот такие места, где просто вот мгновенно, вот как сейчас здесь, там буквально несколько секунд бас громко фигачит, несколько секунд прям буквально или секунду кто-то что-то говорит. Если это не выравнивать, ты даже с пультом не успеешь ничего выравнивать. Либо еще проще, просто купить камеру вот эту вот за 30 штук, которая просто сама все охуенно делает, в ней сам звук изначально сжат как надо и все заебумба. Этот самый, и в DRX3000. Просто вот это, сколько слушаете его? Тоже Sony, как мне странно. Я адепт Sony, пацаны. Не нравится тебе? Нет, нравится. Вот видите, он мгновенно закончил и начал говорить. Можно чуть-чуть вот этот микрофон хрустящий, чуть-чуть прибрать, чтобы тебе не ломало. А он меня не ломает. Ты сможешь с комфортом теперь дальше смотреть эти ролики. Все. Нажимаем Ctrl-M. Высвечивается окно и все, здесь ты выбираешь настройки, какие хочешь. Здесь название ролика выбираешь. Все, сохраняешь как тебе надо. Все, долго это, друзья мои. Вот специально записал для канала Дубинина этот туториал. Пожалуйста, пользуйтесь, чтобы я потом пришел на ваш канал и с комфортом смотрел ваши видео, а не так, как вы делаете сейчас, неуважительно относясь к своим подписчикам. Все. Итак, друзья, мы просмотрели мой туториал быстрый для Дубинина. Может кому-то это для Дубинина младшего, для Дубинина старшего. Не важно, для кого главное, чтобы они что-то сделали со звуком. Невозможно смотреть это сейчас. Невозможно. Это неуважение к своим подписчикам. Сделайте что-то со звуком. Ну и главное... Ух! Ух! Дубинина старшего и младшего. В зависимости от того, кто этот ролик будет смотреть. Этот мой туториал, лайфхак вернее, назовем его так. Он поможет и другим людям, которые занимаются монтажом, кто об этом может быть ничего не знает. Надеюсь, я кому-то этим роликом помог. С вами был Сокол, да пребудет с вами Сила. Всем пока. Вот сука, блять. Ну, вот И вот в этот момент хочется сказать Вот чья бы корова мычала, ебать Вот смотрите Надеюсь, я кому-то этим роликом помог С вами был Сокол, да пребудет с вами Сила Всем пока Вот абсолютно правильно человек написал Что, блядь, вот Еще и вдумайтесь в бред Именно в том же самом ролике В котором он говорил, что это неуважение Что это хуйня Так, блядь, ну сам исправь у себя тогда Сделай свою, блядь, хуебазу На одном уровне со своим базаром Вот такие дела, господа Спасибо за просмотр Всем мое почтение